Всем тихой ночи. Нередко при создании объектов фонда авторы руководствуются такой простой идеей, что в мире SCP все городские легенды и конспирологические теории оказываются правдой. Потому довольно большая часть SCP объектов является интерпретацией различных городских легенд. И в этом видео мы продолжим погружаться в эту часть мира фонда. Просматривая тексты на сайте, я был немало удивлен, увидев объект под номером SCP-265. Этот объект мне сразу показался знакомым, потому что это автомобиль ГАЗ-М21, Волга первой серии, который ездит самостоятельно без водителя. Поймать эту машину оказалось не такой простой задачей. Во время преследования она проявила поразительную маневренность и скорость, потому преследовавшие ее автомобили фонда не смогли ее даже догнать. Более того, дальнейшее преследование при помощи вертолета не дало никаких результатов. И так как поставить объект на содержание оказалось невозможным, группе сдерживания объекта остается только отслеживать инциденты с участием этого объекта и реагировать на сообщения о том, что старый автомобиль без водителя сбил человека. Или же о том, как человек, севший в пустую машину, вскоре оказался на дне озера, куда его машина и увезла. Выжившие из тех, кого машина утащила под воду, рассказывали, что там, на дне озера, покоится корабль, призраки погибших членов экипажа которого умоляли жертву объекта остаться с ними. В самой документации фонда написано, что SCP-265 связан с другим объектом, имеющим номер 2613. И этот объект – это целая процессия аномальных катафалков. Фонд сделал вывод, что объект 265 – это проявление 2613. Но на самом деле SCP-265 имеет связь с совершенно иной вещью. На постсоветском пространстве достаточно распространена градская легенда о черной Волге, которая ездит по улицам. В целом, это довольно простая страшилка, где появляющаяся из ниоткуда машина марки «Волга» и с номером SSD похищает людей, и больше их никто не видит. Ее рассказывали друг другу в нескольких разных вариациях. В каких-то машинах управлял сам дьявол, в каких-то сотрудники спецслужб, различные культисты, или, как в случае с SCP-объектом, машина ездила сама по себе, ведомая незримой потусторонней силой. Интересно, что в Польше у зловещей машины куда более богатый, так сказать, лор. Про нее есть несколько книг и фильмов. Наверное, поэтому действия в самом SCP-объекте происходят именно в этой стране. Появление легенды иногда связывает со временами массовых репрессий, или даже с более старыми историями, например, с байкой про черную карету, в которой ездили аристократы, воровавшие у простых людей детей. В наиболее распространенной версии, человек, по какой-то причине севший в эту машину, позже обнаруживается в виде сушенных останков, лишенной большинства органов и крови. Виной тому, то ли страшный ритуал, то ли похищение органов. Так или иначе, непонятно, откуда взявшаяся машина не сулила ничего хорошего. Жертва такого призрачного автомобиля может стать даже самостоятельным объектом. Одна такая получила номер SCP-1337. Кстати, это же Лид, если вы понимаете, о чем я. Фонд как-то решил проверить историю о призраке погибшей автостопчицы, которая часто встречалась водителем на пустынных трассах. Если машина останавливалась, девушка объясняла ей, что необходимо скорее попасть домой. И когда водитель пускал ее к себе в машину, она начинала показывать дорогу, таким образом, чтобы приехать на местное кладбище, где попутчица бесследно пропадала, оставляя человека одного, ночью, посреди могильных памятников. После того, как один из сотрудников фонда, надеясь на повышение, попытался устранить объект, убив еще живых родителей девушки, призрак стал вести себя куда более агрессивно. Автостопчица по-прежнему стояла у дороги, но если автомобиль останавливался около нее, она пропадала. Но вот если проезжал мимо, девушка внезапно появлялась на пассажирском сидении и убивала незадачливого водителя. И тут дело в том, что буквально весь этот объект это пересказ одной очень распространенной на западе городской легенда, повествующей о призраке автостопчика, представленной в объекте сразу в двух вариантах. История эта настолько популярна, что люди издавали целые сборники с ее вариациями. В одной из такой книг было описано 79 случаев встречи с призрачным автостопчиком. Как правило, рассказывается 4 различные версии. В первой водитель, подобравший попутчика, едет по указанному им адресу, и на месте понимает, что человек, едущий с ним в машине, не может быть жив. Например, он приезжает на кладбище, где видит надгробие с изображением человека, сидящего на пассажирском сидении. Однако ужас от того, что владелец машины столкнулся с мертвецом, на этом и заканчивается, потому что попутчик сразу же бесследно исчезает. Второй вариант предполагает, что водитель заводит беседу с человеком. И тот рассказывает, что стал участником неких страшных событий. Например, попал в пожар, который был на каком-то затонувшем корабле. В ходе диалога также выясняется, что этот человек не может быть среди живых, потому что в том инциденте, либо вообще не было выживших, либо, к примеру, он получил несовместимые жизнеповреждения. В третьем варианте водитель встречает попутчицу в придорожном кафе или мотеле. Он оставляет ей какую-то вещь, а позже видит эту вещь на кладбище, у могилы, с портретом встреченной девушки. Еще один вариант предполагает встречу с каким-то потусторонним существом из местного фольклора, который в американской глубинке вообще очень богат на разного рода монстров. К слову, как по мне, сам SCP-1773 написан достаточно лениво. Ту же самую тему можно было раскрыть гораздо страшнее, потому как некоторые из оригинальных историй про призрачного автостопщика действительно нагоняют жуть, в отличие от текста объекта. Жители английской глуши любят рассказывать друг другу историю о том, что как-то раз посреди ночи, идя по давно заброшенным железнодорожным путям, они услышали шум приближающегося поезда. Внезапно из темноты появился старинный паровоз, который с грохотом пронесся по полуразрушенной железной дороге и вскоре скрылся в темноте. Кстати, в сериале «По ту сторону изгороди» такое было, если кто смотрел. Подобные байки в ходу не только в Англии. В США довольно популярная история про похоронный поезд, в котором везли тело президента Линкольна. По сюжету этой байки, если путешествуешь тем же маршрутом, по которому ехала траурная процессия, можно встретить старинный паровоз. И говорят, если заглянуть в его окна, по одной версии там будут сидеть скелеты в истлевших старинных костюмах, по другой призрачные пассажиры. Для того, чтобы как-то разобраться с этим явлением, фонд собрал аж отдельную мок под названием Тау-2, ловцы поездов. Поначалу эта группа пыталась поймать призрачный поезд, расставляя камеры и микрофоны вдоль железных дорог, где он был замечен. Но оказалось, что призрачный состав можно увидеть только наблюдая его непосредственно своими глазами. Тогда этой мок пришлось ставить своих агентов на всех участках, где поезд был замечен. И в результате этих наблюдений был сделан вывод, что состав движется, следуя старинным железнодорожным путям. А там, где таковых нет, просто парит над землей. После этого открытия был построен участок содержания номер 22, в котором из рельс, изготовленных между 1860 и 1870 годами, было собрано кольцо. Кстати, Линкольн умер в 1865-м, так что, похоже, именно его похоронный поезд тогда ловил фонд. Такая затея сработала, и теперь поезд катается по кругу внутри участка содержания, где имеет номер SCP-1489. Поиск свидетелей появления объекта оказался трудной задачей, потому отдел по дезинформации фонда запустил множество различных городских легенд про призрачные поезда, чтобы показания реальных свидетелей затерялись между ними. Кстати, так подумать, это неплохое объяснение тому, почему у всех этих историй так много разных вариантов. SCP-1489 оказался одной из немногих аномалий серии городских легенд, которую фонду удалось хоть как-то исследовать. Сотрудники SCP пытаются общаться с призрачными пассажирами, сидящими в вагонах, однако пока это не приносит какого-то результата. Кстати, я обратил внимание на такую вещь, что почти все известные городские легенды или западные, или пришли к нам из стран Азии. А вот на пространстве СЭДГ их не так уж и много, а те, что есть, это по большей части какие-то очень простые детские страшилки. Создается такое впечатление, что у нас практически нет культуры местных историй как таковой. Потому я спрашиваю вас, знаете ли вы какие-нибудь локальные легенды? Если что-то такое слышали, расскажите об этом в комментариях. Пообсуждаем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok